Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня субботний день, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания к кремлинам святого апостола Павла. Глава 9, стихи с 1 по 5. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь». Итак, дорогие братья и сестры, в сегодняшний субботний день мы с вами обращаем свой взор на послание к римлянам святого апостола Павла. Перед нами сегодня 9 глава, первые 5 стихов. Небольшой отрывок, насколько внутренней боли звучит в этом отрывке. Звучат в этих словах апостола Павла. Боль это о том, что его родные соотечественники, израильтяне по плоти, евреи, в большинстве своем не принимают Христа. И здесь виден не то, что, знаете, так сказать, конечно, нехорошо, что крик отчаяния, да, апостол никогда не отчаялся. Это человек твердой веры и твердой надежды, который до самой смерти убежден был в действии Бога и в истине Евангелия, и для которого смерть на самом деле не стала концом, а наоборот стала приобретением, как он сам об этом говорит. Смерть для меня приобретение. И здесь он говорит, что истину говорю во Христе. Для него это истина, его слова это не пустой звук. Здесь он берет свидетелей Бога и говорит о том, что он не лжет. «Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Апостол Павел опирается здесь на чистоту своей совести. Действительно, совесть — это такой камертон, такой приемник воли Божьей. И здесь очень важно научиться его настраивать. Потому что все, когда настраиваем радио, мы пытаемся найти вот эту чистоту, эту волну. И бывает, знаете, такое понятие, как белый шум. Какая-то волну поймал, вроде что-то звучит там, а вроде не звучит. Вроде одна волна на другую наслояется, и не разобрать, что там происходит. Бывает просто белый шум какой-то, да, шипение некое. Это очень важно — отточить этот навык поиска нужной волны, услышать голос Бога. Совесть имеет эту возможность, но она не безусловна. Усилием воли мы освящаем свою совесть через молитву, через добродетель, через научение самого себя творить заповеди Божии. Соответственно, апостол говорит, что «совесть моя в Духе Святом свидетельствует». Он опирается на совесть, потому что она у него как раз-таки настроена на голос Божий. Она была настроена на этот поиск, поэтому Господь обратился к апостолу Павлу, и тот услышал, увидел, в том числе через призму своей совести, евангельскую истину. «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему». Мы видим ту внутреннюю скорбь. Апостол Павел не машина, не, как сейчас развивается такое модное понятие, как, ну, в кавычки возьмем, «искусственный интеллект». Да? Вот это все развивается семимильными шагами. Вот есть ли совесть у искусственного интеллекта? Нет. Он может знать, что такое совесть, может дать определение. Но будет ли искусственный интеллект руководствоваться действительно совестью? Вряд ли. И вот те эмоции неподдельные, которые есть у апостола Павла, они показывают всю живость его сердца, в котором, как сказано будет в послании к Коринфянам, он говорит, что «Коринфяне, в моем сердце для вас, для всех есть место, а это сотни, тысячи людей. И для римлян в сердце апостола Павла есть место, и для всех его собратьев и иудеев есть место, и есть место любви в сердце апостола Павла. Но ему непрестанное мучение и печаль от того, что они не обращаются ко Христу». И далее он пишет пронзительные слова. Действительно, здесь мы видим, что в греческом языке называется «агапе» или «агапи», по-разному можно прочитать. «Жертвенная любовь, высшая любовь согласно учению Христову». «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти». Сам отлучиться, то есть принести себя вот в такую жертву, такой, это крик сердца апостола Павла. В этом очень много жизни, в этом очень много боли самого апостола Павла, который понимает, понимает, что чего лишают сами себя собратья, от чего они отказываются, от спасения, от истины, от истины Евангелия Христова. И поэтому вот такие радикальные меры он предлагает и не лукавит, действительно он готов был бы на это пойти. Но в то же время это, скажем так, риторический прием, который на самом деле известен ответ. Они не примут эту жертву, они не принимают жертву Христа, они не примут жертву и апостола Павла, которая, конечно же, невозможно привести какое-то математическое примере. Сто крат она не подбирается даже близко к жертве Христовой. Нет такой жертвы, которая была бы равнозначна жертве Христовой. Но этот пример еще раз показывает, что, знаете, есть такое хорошее простое выражение, емкое. Оно говорит «не вольник, не богомольник». Действительно, к Богу искренне от чистого сердца можно прийти только добровольно. Нет, можно лицемерить, конечно, можно быть в конъюнктуре, можно очень хорошо все знать, все делать, но искренне его сердца верующего не будет у тебя. И люди не заметят этого, не увидят. Только косвенно, потом по поступкам каким-то они это поймут, но уже задним, как говорится, числом. А так можно, так сказать, казаться, а не быть. И вот апостол Павел говорит о том, что он жив для проповеди. И в то же время иудеи не хотят этой жизни, апостола Павла, жизни его проповеди. И вот когда я говорил о том, что вот эти лицемерия, оно может быть, да, но истинного богомольца не получится из такого человека, лицемерного. И действительно ко Христу можно прийти только искренне. И Господь-то видит сердце. Это нас, людей, можно обмануть. И то не всех. Обманывать тоже тяжело, особенно совестным людям. Так вот, они, эти лицемеры, они не попадают в цель, это все равно грех. Так вот иудеи, апостол Павел, понимают, что какая бы жертва ни была, это все равно будет насилие над ними. Богу нужна свобода. Свободное верующее сердце. И весь опыт церкви, это как раз таки опыт вот такого ненасильного приведения к Богу. Я знаю пример людей, которые были неверующими долго, потом до них как-то дошло, что вот надо бы креститься. Не буду говорить подробностей, но в общем, в районе 40 лет человек принимает крещение, а потом, спустя 20 лет, он говорит, а мне бы начать читать Евангелие. И начинает читать Евангелие, начинает изучать. Все постепенно. И церковь всегда долготерпеливо ждет каждого человека. У каждого свой срок, свое время, поэтому никогда не смотрите на чужого раба. Как говорит апостол Павел в послании к римлянам, он перед своим господином стоит или падает, но господин силен восставить его. У каждого свой срок, никого не осуждай. И апостол говорит о том, что израильтян, то есть израильтян он переживает, которым принадлежит усыновление, слава и заветы, законоположение, богослужение, обетование. То есть вся традиция ветхозаветная, им все принадлежит, а они, скажем так, превратно это все толкуют и понимают, и используют. Их и отцы, от них Христос по плоти, сущий над всем Бог благословенный вовеки. Аминь. Да, то есть и Христос от них произошел, но они все равно не принимают. Поэтому невольник, небогомольник, дорогие братья и сестры, надо это запомнить себе. И прежде чем проповедовать, проявлять любовь и милосердие. Поэтому, дорогие, будем молиться. И помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. А когда читаем священное Писание, Бог с его стороны обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як он взялся великолепие Твое превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова